В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Дольщики дома 125-1 по улице Кувыкина в Уфе вышли на очередные одиночные пикеты. Один из них развернули с утра перед зданием Курултая республики, где в это время проходило пленарное заседание, на котором депутаты в том числе рассматривали проблему обманутых дольщиков. Дольщики с улицы Кувыкина по-прежнему наставят на передаче права аренды земли, на которой находится недострой, непосредственно их жилищно-строительному кооперативу. Сейчас дело рассматривается в арбитражном суде Башкортостана. Оппозицию дольщиков ранее поддержал Госкомитет по строительству. Будет проведено очередное судебное заседание по поводу передачи земли Меркурия. Мы против, чтобы нашему недобросовестному застройщику передавали землю. Мы требуем передать эту землю ЖСК. Мы хотим контролировать ситуацию сами, не согласны, чтобы на какого-то застройщика в очередной раз это было оформлено. Нас неоднократно обманывали и в очередной раз обмануться мы тоже не хотим. К пикетчикам никто из депутатов так и не подошел. Интерес к ним проявила только служба безопасности Курултая. Напомню, 12-этажный дом площадью около 3000 квадратных метров должны были сдать еще 7 лет назад, в 2010 году. Договоры на покупку квартир заключили 156 семей. Суммарно люди вложили в строительство около 270 миллионов рублей. Повода для беспокойства у вкладчиков нет. Моратория на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется. Об этом заявили представители регионального отделения Бинбанка в Уфе. Сегодня Центробанк заявил о санации этого кредитного учреждения. Процесс будет впервые происходить по новой схеме с участием фонда консолидации банковского сектора. В руководстве санируемого учреждения заявили, ЦБ обеспечил бесперебойную работу банка и имеющихся в распоряжении средств хватит для исполнения обязательств перед клиентами. В Башкортостане 11 офисов Бинбанка, 8 из них в Уфе, по одному в Стерли-Тамаке, Салавате и Октябрьском. В республике клиентами кредитного учреждения являются на сегодня 1100 юридических и более 80 тысяч физических лиц. В Баш-РТС намерены включить расходы за потери теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения многоквартирных домов в состав платы содержания и ремонт. С такой инициативой ресурсники обратились в экспертный совет по развитию ЖКХ Госсобрания Республики. Сейчас расходная статья на несанкционированные утечки теплоносителя или так называемой подпитки технической водой отопительных стояков в жилых домах законодательно не регламентируется. Потери являются убытками управляющих компаний. Мы Баш-РТС просим членов экспертного совета инициировать внесение изменений в следующие нормативно-правовые акты. Это статья 154 ЖК РФ, структура платы за жилые помещения коммунальной услуги, в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением 491, путем включения в плату содержания за жилые помещения расходов на подпитку внутридомовых инженерных систем. Большинство членов экспертного совета по развитию ЖКХ признали, такая проблема существует и нуждается в решении. Против выступил лишь представитель комитета по жилищному и строительному надзору. Он сравнил инициативу Баш-РТС с попыткой введения новой платы на ОДН за тепло, которая ляжет на плечи собственников многоквартирных домов. Вердикт экспертного совета на инициативу ресурсников станет издействен до конца октября. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро незначительно подорожали. Доллар прибавил 2 копейки, оценится в 58 рублей 12 копеек евро в плюсе на 8 копеек 69,76. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в БКС-банке за 58 рублей 15 копеек с комиссией до 3% за обменную операцию, продажа в Юнистрим-банке за 58,40. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Телекоммерцбанке за 69,15, продажа в банке Юнистрим за 69 рублей 40 копеек. На этом пока все. Смотрите главные новости Башкортостана сразу после федеральных выпусков 8 раз в день.